С нами на связи Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Ярослав, очень рады вас видеть. Добрый день. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, Мухаммед Базум был избран президентом Нигера два года назад. В результате все-таки первое, я позволю себе это сказать, потому что это фактически аргументированный фактаж, в истории страны мирной демократической передачи власти. Что написал Базум для колонки «Вашингтон-Пост»? В неспокойном регионе Сахель, в Африке, Нигер является последним оплотом соблюдения прав человека среди авторитарных движений, охвативших некоторых из наших соседей. Так написал Мухаммед Базум. Давайте сегодня, Ярослав, проанализируем эти процессы. Мы с вами очень много говорим об африканском континенте вообще, но сегодня, в частности, о республике Нигер. Как вы все-таки считаете, каковы предпосылки, что произошло в Нигере 26 июля по факту, не по результату военного переворота и того, что сейчас происходит. Кто в этом замешан и для чего это было сделано, по вашему мнению, вам слово. По факту произошел захват государственной власти и переход значительной части силовых структур Нигер на сторону мятежников. Кто в этом более заинтересован? Ну, во-первых, конечно же, мы должны подчеркнуть, что это борьба за власть внутри самой страны Нигер. И в этой борьбе разные стороны используют поддержку разных групп. Мятежников поддерживают, как мы увидели, Мали, Буркина, Фасо. И вполне реалистична является оценка легитимного президента Нигер. Касаемо того, что ЧВК Вагнер могли участвовать в госперевороте, однако сейчас заявляют о том, что непосредственно, если это было участие, то это было участие не войсками. Скорее всего, были какие-то военные советники, инструктора, то есть какая-то гибридная форма участия. И активное наблюдение России за процессами в Нигер, конечно же, есть сейчас. С другой стороны, мы понимаем, что легитимного президента поддерживает так или иначе Запад, но уровень готовности Запада к прямой интервенции для сохранения конституционного строя Нигер, как мы увидели низок. То есть, с одной стороны, МИД Франции заявил, что не будет такой вооруженной интервенции. С другой стороны, Италия на днях сделала соответствующее заявление устами Антонио Таяни. Однако, в то же время, вчера начали появляться уже сообщения о том, что во время мероприятий ЭКОВАЗ, то есть Западно-Африканского союза, блока государств Западной Африки, было уже обсуждено вопрос военной интервенции в Нигер силами, собственно, африканских государств. В том числе обсуждались вопросы формирования войск, доставки на место событий. И это вот как раз-таки более значимый сигнал сейчас, чем реакция Запада. То есть, в первую очередь, соседи Нигера. И здесь особо важно стоит подчеркнуть такую страну, как Нигерия, которая в военном плане является довольно мощным и является своеобразным региональным лидером. И, безусловно, одним из государств, на которых вообще стоит регион и ЭКОВАЗ. В целом, вот, скорее всего, они будут участвовать в вооруженной интервенции в Нигер с целью свержения власти мятежников. Дальше мы посмотрим уже, как будут развиваться события, потому что не стоит думать, что мятежники тоже не имеют никакой поддержки извне. Мали, Буркина, Фасо. С другой стороны, появляются сообщения о том, что и в Алжире у них есть некие связи. Но, как минимум, сейчас мы видим то, что называется интернализация конфликта. То есть, мы видим, как вызовы от внутреннего госпереврота в Нигер, они эксплицируются на весь регион сразу. Сейчас небольшая. Я понимаю, что, возможно, это так совпало по датам. 27 июля также, да, вот в момент начала фактически этого форума в Санкт-Петербурге. И Конго заявили про нападение на Руанду. Хотя это не впервые, да, скажем так, в истории, то, что происходит между этими двумя республиками. Но все же тоже не стоит, ну, стоит обратить внимание на и происходящее там уже около недели военные действия. Но это отдельная тема. Сегодня не будем об этом. Мы продолжим наш эфир сейчас. Пожалуйста. Я вот что, о чем хотел у вас спросить. Такое понятие африканский социализм. Наследие, да, еще Советского Союза. Так вот, я хотел бы услышать ваше мнение о руке Москвы. Как вам видится вот участие во всех этих последних событиях в Нигере с точки зрения влияния Кремля, ЧВК, Вагнер? Рука Москвы здесь пока меньше и тоньше, чем мы привыкли ее наблюдать. Как по мне, самый главный вопрос, будут ли участвовать непосредственно наемники из российских ЧВК в прямых боестолкновениях внутри Нигер. Мы понимаем, что у России есть определенный интерес, что им было бы выгоднее, конечно, чтобы это было не про французское и не про американское правительство в Нигере. Но пока мы не увидим документированных, подтвержденных западными государственными сведений об участии ЧВК Вагнер, то участие России является довольно пока что фрагментивным. Да, конечно, они могли кого-то к чему-то подталкивать, кому-то передавать какие-то ресурсы, передавать инструкторов, каких-либо специалистов по политическим кризисам, конфликтологов. Однако, как по мне, Россия сейчас все-таки заняла такую более выжидательную позицию. То есть на уровне государства, как страна, Российская Федерация, скорее всего, не будет поддерживать государственный переворот в Нигер, потому что, во-первых, имиджевая сторона вопроса. Россия пытается выставить себя таким определенным защитником легитимных, несвергаемых политических режимов. И в их терминологии революция, государственный переворот — это некое самое ужасное. Но Россия может поддержать мятежников через прокси, в первую очередь такие, как ЧВК Вагнер. Но пока мы не видим этой поддержки в масштабе. Мы понимаем, что она логична. Однако сейчас мы не видим, что Россия предприняла какие-либо активные действия. Мы видим, скорее, интерес, небольшое подталкивание, конфронтацию с другими игроками в регионе тоже видим. Но, как по мне, вот это как раз сейчас мы увидим чисто внутри африканский конфликт, в котором на стороне интересов западного мира будут бороться в первую очередь африканские государства, которые тесно взаимодействуют с Западом. На стороне мятежников и условной связки, очень условной, Россия-Китай, мы увидим тоже африканские государства. А прямое участие и России, и Китая, и западных стран будет очень ограничено. Как раз в продолжение вашего ответа. Президент Мухаммед Базум несколько раз уже обращался к правительству, и тут в контексте именно Соединенных Штатов Америки, ко всему международному сообществу, как он сказал, с просьбой все-таки помочь восстановить конституционный порядок в стране. Как он далее говорит, что все-таки попытка сместить его с президентского поста, если она все-таки увенчается успехом, то есть он еще все-таки озвучивает надежды, что могут произойти определенные изменения, то он говорит, что это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира. Опять же, это из колонки Базума для Вашингтон-Пост. Вот этот призыв вы сейчас уже ответили, но все же хочу у вас спросить. Соединенные Штаты Америки, Белый дом уже говорили о том, что необходимо восстановить демократический порядок и фактически вернуть на свою должность Базума, как законно избранного декоратического президента. Но все же здесь недостаточно, мы прекрасно понимаем, словесной констации, все-таки необходимы какие-то определенные действия. Вы говорите, что фактически вовлечение стран и Соединенных Штатов Америки, оно не произойдет. То есть, как Вы говорите, минимально такой процент того, что это может произойти. Как тогда, по Вашему мнению, далее в Нигере будет развиваться ситуация? Военная хунта фактически остается незаконно у власти. Что будет далее, по Вашему мнению, с президентом Базумом? Возможно, ему будет принято решение, и он, используя тот же американский спецборд, вылетит в те же Соединенные Штаты Америки. Как Вы видите эту историю? Ну, я дополню. То есть, если альянс стран Западной Африки все-таки решится ввести контингент? Это решение о вводе войск в Нигер, это единственное решение, которое сейчас может оперативно спасти власть Базума, ну и, в принципе, легитимный конституционный порядок в Нигере. То есть, нету сейчас других опций, которые бы позволяли быстро, оперативно, качественно, с пониманием дела решить эту проблему с военным переворотом. То есть, США не будут, во-первых, срываться экстренно, готовить какие-то войска, потому что мы прекрасно понимаем, сколько времени это займет. И вообще, в последние годы это не стиль США. Каждая военная интервенция для США, начиная с Кубы, с Гренады, с различных стран, еще со времен противостояния СССР, каждая эта интервенция давалась довольно-таки дорого. То есть, дешевых интервенций вообще не бывает. Это всегда операция, в которой очень высокие риски, и в том числе политические риски внутри США. Это сейчас имеет гораздо более важное значение, потому что, если США понесут какие-либо ощутимые потери в ходе такой операции, это, опять же, выльется серьезные политические риски для военных, которые будут иметь скованные руки перед особенно предвыборным процессом. Поэтому я думаю, что судьба Нигера полностью в руках соседних государств. Я считаю, что военная интервенция туда все-таки произойдет. Вопрос, как скоро и какими силами. Если она будет реализована в кратчайшие сроки, это будет одно из доказательств жизнеспособности ЭКОВАЗ, как регионального блока, который способен решить подобного рода проблему. Однако здесь большой фактор играет время. Чем быстрее произойдет военная интервенция, тем меньше шансов, что другие государства, именно на государственном уровне, поддержат мятежников именно войсками, а не просто дипломатическими реляциями. Я бы хотел вернуться к саммиту России-Африка и появлении там Пригожина, то есть намек на российскую политику с кувалдой. Вот если говорить о появлении, если не ЧВК Вагнера в ближайшее время в Африке, то о новых частных военных компаниях. Насколько велика вероятность возникновения и появление новых российских частных военных компаний на территории Африки, не только о Нигере? Она всегда остается высокой. Потому что, во-первых, это не та работа, за которую платят мало. Как раз вот в Африку поехать, значительная часть российских контрактников, военных специалистов, хотят значительно больше, чем Украину, потому что там как минимум другой порядок цифр и другой объем выполняемых задач. Вот в Африке действительно деятельность ЧВК Вагнера и других некоторых, она очень коммерциализирована, она очень на твердой экономической подушке из контроля за ресурсами, контроля за предприятиями, вхождение в какие-то договоренности. Это создает на самом деле питательную среду. Вот эта вот неконтролируемая ситуация в многих странах Африки, слабая институциональность, слабые демократические институты. Это создает питательную среду для ЧВК Вагнера и на самом деле для других организаций из других стран, и для исламистских движений, для таких, как там уже сегодня упомянутая Боко Харам. Это все питательная среда для существования таких движений. Эта питательная среда все еще существует, поэтому вероятность появления каких-либо новых или увеличения штатов старых ЧВК, создания каких-то гибридов. Может быть, что старая ЧВК выступает под новым брендом, чтобы, например, не попадать под санкции. Хотя и это не очень эффективно. Это все остается абсолютно реальным. И, как мы видим, борьба за Африку только на своем стартовом уровне. Мы не видели еще даже пика. Спасибо вам, Ярослав. Всегда очень конструктивно. Мы очень часто с вами говорим о Африке. Ранее мы говорили о интенсификации дипломатических отношений со стороны Украины. Те процессы как раз... И вот президент Нигера очень поддерживал Украину в данном контексте. Мы с вами тоже об этом говорили. Его общение телефона и с президентом Украины, что тоже немаловажно. Но будем следить за ситуацией. Как говорят, вам спасибо за участие. Ярослав Башко, глава Центра политических исследований доктрина, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok